я отдал сегодня 37 тысяч рублей за что за диагностику авто за проверку автомобиля на его скажем так что полностью проверили автомобиль до в германии такие цены нет это германии такие цены иди вот в германии такие цены это нормальная процедура когда ты занимаешься подбором авто как найди в россии машину ду слышишь во первых ты сам такое осуждаю во вторых забей все равно на без они затора было ник фьюри чтоб ты понимал зачем я сегодня утром занимался я проснулся и начал московские всякие салоны обзвания где мне эту пахучку встроенную могут сделать я уж даже нашел и подготовился к тому что мне эта машина поедет и за 10 минут до стрима мне кидают полный ой блять короче в германии и вообще в европе запрещено скручивать пробег это уголовно наказуемо тебя могут за это посадить в тюрьму вот это первый момент но мы же все люди мы все хитрожопы у них за место скрутки пробега есть друга у них есть такая история которая называется стоп пробег короче в машине есть специальный чип который крутит пробег и считает сколько машина проехала к нему вопросов нет тыры пыры но между этим чипом и какой-то вставляют куда прокладку и пробег просто не крутится или я могу рассказать и всю душевную вылить вам и тут уже все фотки полная отчетность авто прогрузили как бы короче из основных из основных в машине смотрите что в ней есть спереди стоит китайская резина одни колеса стоит тайваньская резина новая уже вопрос пробег на автомобиле 19000 как тук за 19000 можно всю резину износить вопрос первый вопрос 2 а кого на этом автомобиле давайте так будет проще какого этом автомобиле передний бампер впереди передний бампер но там какая-то была мини авария но видно короче следы краски чей и тыры пыры дальше в этом автомобиле есть такая история которая называется лямбда ну не в этом во всех автомобилях есть лямбда объясняю для дебилов что такое лямбда это короче лямбда она висит снизу автомобиля она отвечает за как сказать правильно не выбросы об ручек логическая которая там h2 все это из машины выводит вот износу этой лямбды есть передней задняя лямбда в автомобиле вот типа выпускает там какие-то пары из автомобиля я уж точно углубляться это не буду короче выбросы отбросы эти выпускает это не выхлоп это вот такая вот маленькая штучка лямбда она выпускает эту хуйню и как бы экологически все чисто на улице и все там заебись перерабатывать износ этой лямбды 10 60 километров лямбде пизда автомобилей горит чек и написано поменяйте лямбду пробег 19 тысяч на автомобиле ай блять а дальше на ней дохуя дефектов но эти дефекты это блять все шлифуется на любом автомобиле будут такие дефекты есть небольшие сколы спереди вот кстати краска видите поплыла передний бампер блять крашеный ебучий вот это поплывшая краска очень уебищно покрасили радиатор норм все в порядке вот передний бампер вот вот бампер чуть-чуть тут это в ебаный ну там не искали там мини авария какая-то была вот ну вот такие небольшие сколы это нормально блять вот это сколы это камушек попал и все это на всех ебаных автомобилях будет дальше машину зачем-то полировали у меня вопрос что за уебища полировал автомобиль вот так видите эти паутинки вот паутинка так машины не полируют короче машина полная хуйня блять да еди жизни нахуй себя сфоткал а я понял блять короче на переднем сиденье есть боковая поддержка вот чтобы тебя в бока не бросала на резких поворотах и принципе на поворотах там чуть-чуть облезлая краска соответственно это белый автомобиль вот потом блять кожа везде в охуенном состоянии хорошая все четко но но в местах где водитель воет обычно руками вот боковая дверь до потертости за 19000 может быть потертости короче мораль басни таковая в том что тут нихуя не 19000 пробега тут 1040 50 пробега блять я жизнь ебал дефектов нет по салону и боковая поддержка не хочу смотреть решает не буду брать блять это не буду брать хуйня полная короче еще правое колесо у правого колеса очень жестко деформирован диск ну типа он очень сильно поцарапанный об асфальт но видно то что он восстановленный его мега уебищно восстановили и знаете почему мятый руль был что за уебища за рулем было бля я я просто этому этой бабе хочу что это это называется чехол на руль братуха 1000 рублей стоит знакомься если будешь машину покупать за 15 лямов обязательно бери чехол на руль без руля она будет мега уебищно выглядеть бля какая мразь за этой машиной была я готов просто убить gtrp все заебись с ней все заебись вот тут проверки всякие по компьютеру и так далее с ней все заебись единственное что это хуй на эти диски это расходник шина расход них у это все меняется единственное что ебаный в ёбаный бампер и износ блять соответственно износ равно это пробег на ёбаный тут нихуя не 19 тысяч я отдал 40 тысяч за то чтобы просто узнать что эта машина мне не подходит бля я ебал эти ваши лямбды машины блять все я не хочу никую машину блять пизду наху это блять это хуйня ебаная блять не хочу не хочу нет сами блять все машины покупайте я в ебаном тильте блять идите нахуй я блять возьму проверенную тачку пошли нахуй на какой заказ блять я очень злой блять сука ненавижу чё за ты хуйни дайте донаты послушаем я авто стрим x7 competition это мечта всей моей жизни к был ребенком я всегда хотел эту машину сейчас мне реально появились финансы я блять хотел сделать себе подарок я конечно понимаю что такого не бывает что первый автомобиль который типа мы осматриваем сразу будет охуенно это единичный случай на это мне кажется 0 0 1 процент что такое бывает я просто ну ноюсь потому что все окей брат наш сон слышу блять даму ю нахуй пацанам блять отвечаю они мне когда нахуй привезут машину я нахуй сбоку вот их компанию просто наклейку сделаю вот будет реклама им нахуй такая блять блять ебать типы охуенные вот короче я просто реально расстроился потому что еще с 1 октября ебаный налог блять повышают на воссов то на эту пошлину на утиль сборы сука я просто хочу успеть до 1 октября не хочу еще потом переплачивать блять или поните до хуйня вопрос ебать наклейку сделаем вообще хуйня вопрос и чё долбоёб короче не машина в целом хорошая но я ебал эти пробеги блять идти на сука блять прикиньте вот просто я я такой человек который ненавидит в жизни всего две вещи я ненавижу винмонта и ненавижу что-то ждать я то есть вообще ненавижу ждать вообще я ненавижу стать в очередях я ненавижу блять стоять в больнице в очереди и так далее не ладно это шутка была если что это просто к слову пришлось вот а речу пишет на самом деле чаще всего машины с первого раза подбираем так как вы снова в германии все окей правда это мое везение понимаешь чем хуйня это я вы со мной машин 6 нахуй проверите итогах 7 8 дай бог будет нормально просто это я это мое везение по жизни я всегда такой я нахуй не удивлюсь если мы по итогу найдем не машину повезем кораблем ее куда-то владивосток или калининград юж не помню блять и прям вот корабль будет подплывать к владивостоку нахуй он прям в порту утонет с моей машины вот вот в этом мое везение по жизни нахуй он прям вот блять в порту владивосток утонет нахуй это просто пиздец по срокам до октября все успеем сегодня еще посмотрим бля базар братуха ебать я хорошим людям обратился на самом деле ну короче вот такая вот хуйня по машине я просто чел который не умеет ждать это моя огромная проблема вот у меня такой темперамент характера ебучий я вижу себя за это блять не аж слюни со рта летят вот ну ничего похуй я в пацанах уверен я уверен в том то что они все сделают по красоте блять просто нужно чуть еще подождать смотрите ящика файл этот открыл так подписано ик 6 м марк я уже блять думаю это моя машина нахуй это моя машина бляну машина очень красиво выглядит правда очень красиво машина выглядит ну блять как вот реально сказал человек который весь день там походу с ней провозился провел все досматривал вот прям цитирую слова эта машина не вызвала огня в глазах вот ну реально она не вызвала вот я даже честно я фотки сам смотрю но он мне не вызывает огня в глазах значит хуево полированная блять я в машинах ноль вообще я не понимаю ну типа кипа что это заебись краска тут нихуя бля какая дверь ебать блять как я хочу их совсем компетишен клянусь первое дело что я сделаю в этой машине я поеду в макдональдс нахуй у меня просто нахуй и вот какой-то сервер твича решил отключить мой стрим к хуям собачим короче я когда вот буду на своей новой машине блять сучка блять я как буду на своей новой машине я поеду в макдональдс куплю себе биг тейсти колу большую большую картошку фри 3 сырных соуса 24 наггетса обожрусь нахуй до усмерти просто чтобы ну умереть именно там нахуй прыгну на заднее сиденье и вот обязательно чтоб ночь была чу подсветку крыши sky lounge нахуй обнула она была очень красивая сяду на заднее сиденье и потрачу нахуй это первое то что я сделаю своей новой машине блять мне вообще похуй я буду за ней бережно ухаживать долбоебший нахуй мне бинтайга твой я вообще кстати бентли не уважаю мне очередь срой сын нравится бентли мне не нравится часто мне не нравится бентли ох чат я стой а это тебе диетолог список написал какой список блять еще нет да и ты дебил успокойся блять заебал хватит и про макдональд что нет меня с диетологом нормально все это пиздёж я не верю блять это хуйня все ну какой нахуй красный салон блять ну ты вообще долбоеб или что блять чем мне ты мне предлагаешь до того момента когда пока бог до того момента пока мне не придет машина бороду отращивать и будет пару дней красные макосины еще купить фу я ненавижу красный салон это выглядит настолько уёбично и мерзко что ну мне даже в эту машину садиться не хочется фу блять ненавижу красный салон это у ебанство извините пожалуйста у кого красный салон или у родителей есть это просто мое личное мнение я никого не хочу обидеть вот поэтому вот такая вот хуйня не на самом деле пацанам безумно благодарен то что занялись мои машины машины и блять машины это на самом деле охуенно у них очень пиздатые отношения к клиентам то есть они со мной как с братаном общаются мне это очень нравится да не надо мне обид кидать цену я прав я на вид уже все эти варианты ебаные говна смотрел ну блять ну что ну коричневый салон ты как будто в дерьме обмазанный сидишь блять можно кофейный еще салон рассмотрен это прям коричневый или это кофейный вот это коричневый салон не знаю это блять смотри актуальную цену уточать и у менеджера по текущему курсу блять срок поставки это это заказ из европы это все